Но, твиттер очень-очень классный. Он от дизайнерши Ольги Буровой. Это с сайта Brooklyn Tweet. И я очень рекомендую вам все-таки купить эту схему. Сейчас я покажу фотографии с этого сайта, именно как в оригинале выглядит этот твиттер. И некую интерпретацию, как он выглядит на мне. Почему некую интерпретацию? Почему, как можно сказать, такая некая реплика на этот твиттер? Потому что все-таки я изменила некоторые пропорции, я изменила гравину, я изменила длину, и я выбрала другой материал. Я вязала из более мягких ниток, более нежных, и поэтому немножко по-другому по пластике ложится на мне. Сейчас вы посмотрите на видео, как он на мне смотрится. Субтитры сделал DimaTorzok У меня на свитер ушло 150 грамм, и вязала я на троечке. Вот ниточка, которую я использовала Тесов Дрим Ярна. Это махерчик с шелком. У меня шло три моточка. Почему всего лишь три при 150 граммах? Потому что я добавила моточек Ирен Ярна Италия. Это стопроцентный меренос. И он длинный, там 1400 длина, и поэтому один моточек всего лишь понадобился еще. Девочки, тут не обязательно такой цвет брать, как у меня, потому что у меня он светлее. Можно выбрать любой из этих цветов. Они тоже все подойдут, эти цвета, как добавочные. Вот посмотрите, в сравнении я показываю. Видите, немножечко отличается. Меринос немножко светлее. Вот этот Soft Dream. Вот состав. Вот его длина 200 метров. Вот артикул. Рекомендация вязания где-то троечка. Да, с артикулом. Ниточка очень нежная, очень мягкая. Все-таки шелк есть шелк. Когда добавляют шелк, мне очень нравится. Вот. Этот меренос, он светлее. Он где-то по толщине, наверное, ну такая же ниточка. Просто не пушистая. Ну, не знаю, вам решать, добавлять или не добавлять. Ссылочку на все эти ниточки я оставлю. В принципе, можно вязать просто с махерчика только. Тогда 6 моточков понадобится. Итак, вот этот свитер. Хочу вам его показать. Здесь есть свои нюансы, что у меня получилось, что не получилось. Вот. Это низ я набирала, повязала по кругу вот так вот на круговых спицах. Низ немножечко растянулся. Вот. Поэтому... Хотя низ я набирала и вязала на меньших спицах, на двоечках. Вот идет рапорт, где начинаются и заканчиваются укороченные ряды, где добавляла, да, и вот это пузико как бы вот это делало, ну такое провисание. Ну такое, в общем, на любителя. Кто любит укороченными рядами вот такой формировать, такой низ, то пожалуйста. Рапорт виден. Вот. Видите, очень легко считать рапортом. 4 ряда в рапорте. Поэтому вот когда набираешь и потом начинаешь... Начало я не считаю, потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот 7 рапортов, к примеру. Сформирован низ. Значит, горловина. Это кетлевочка. Я действительно закрывала петли, потом набирала косичкой, набирала крючком петли. И из нее уже набирала саму, чтобы кетлевку сделать. Ну вот так получилось. Спереди косички, сзади вот эти барашки. Ну, миленько. В принципе, заканчивала просто роликом, ну то есть лицевой гладью, которая так скручивается. Ну нормально, мне нравится. Вот. По... Единственной, где мне тут вот такой шовчик, и он наружу сделан. Вот. Это были открытые петли. С той и другой стороны было набрано на спицы, на той и другой. И я третьей спицей закрывала. То есть, как бы, закрытие тремя... Ну метод трех спиц. Только это не плоский шов, а я просто закрывала изнаночными петлями. Я немножко... Она немножко как стягивает с моей точки зрения. Поэтому вяжите, ну, закрывайте послабее. Моя рекомендация, чтобы она все-таки не стягивала. Вот. Вязала я... Плечо формировалось укороченными рядами. Вот от этого раппорта, там видно. Я не доходила по 5 петель и возвращалась укороченными рядами. Вот такой уголочек у меня получился. На схеме я покажу. Ну, горловинка, естественно, мне надо было росточек сделать, да, там где-то 5 сантиметров. И тоже видно, он начинается немножко раньше. Вот. По этим раппортам легко видно. Значит, рукавчики, рукавчики. Ну, смотрите, тулуп, так как я вязала корпус по кругу, потом на моменте, когда я дошла до проймы, мне надо было разделить на две отдельные части, да, спинка и вперед. И набрать на уже разные спицы и вязать отдельно. Ну, и здесь тогда получается мне надо вшить рукав. Или же вы набираете и вяжете по кругу. Я же вязала снизу, да, вот я отдельно вязала. Я набрала там 36 петелек, по-моему, у меня было. И вот тут есть шовчик. Ну, так, этот шовчик, конечно. Девочки, если вы по кругу будете вязать, будет лучше. Но у меня, как бы, очень узенькая вот эта часть была. И, ну, как бы, ой, я решила не заморачиваться с этими круговыми спицами. Вот на таких маленьких мулипульках, полипульках вязать. Ну, вот. Вот эта форма, это уже я ношу, он растянулся немножко. Не обращайте внимания, он уже меня всю зиму пережил. И, естественно, две стирки. Поэтому вот форму он принимает просто... То, что тут он так вот, он не фолдит. Но, если у вас получится лучше сделать пройму, короче, наверное, эту пройму надо сделать, будет лучше. Или просто шире рукавчик надо. Тогда не надо будет присобирать вот эту часть. Вот. По поводу низа, еще какие рекомендации? Все-таки вязать на меньших спицах. Я вязала на 2,25, и, причем, горловина вот нормально села. Ну, не растянулась, имеется в виду. Вот. Я и спереди, и сзади все нормально. Как бы я вязала на двоечке. То низ почему-то потянулся все-таки с низом. Рекомендация взять, наверное, может быть, на низ взять даже 1,75. Вот. То есть, вот это все-таки, чтобы она не фолдила. И тут, вот это провисание, я начала, ну, очень рано начала формировать вот этими укороченными рядами вот этот, ну, такой изгиб. Тоже, наверное, рекомендую все-таки не такой сильный делать. Ну. По свитерочку, по ниточкам он очень нежный, очень легкий. Ну, 150 грамм. Ну, вы сами понимаете, что он почти ничего не весит. И очень он нежный, очень приятный. Теперь на просвет. Видите? Все-таки вот руку видно, когда солнце с другой стороны. То есть, все-таки белье, если будет темное, его будет видно. Вот. Ну, тут на любителя, кто как любит. Мне, в принципе, такой свитер тоненький хотелось, поэтому в гардеробе он у меня один из любимых. Вот. Я отдам ссылочку обязательно на оригинал, на дизайнера вот этого Ольга Буруя, на паттерн этого свитера. Поэтому скачивайте и вяжите по нему. Возможно, какие-то там нюансы будут описаны, о которых я не знаю, не могу вам рассказать. Вот. Я даю вам схему расчета именно по тому, как я вязала, по моей схеме, по этим ниткам, на мой размер. Итак, схема. Давайте вперед разберем. Значит, начинала я снизу. Я набирала 196 печель, да, вязала 4 ряда, вот такой, точнее, 8 рядов, которые двойные. И после этого я начинала вдать рапорты. 7 рапортов по 4 ряда, да. Вот я доходила потом до... Ну, после того, как я дошла до 41 петли, когда я уже сформировала все вот эти укороченные ряды, после этого я уже начинала вязать, ну, по кругу абсолютно рапорты дальше. Давайте я сейчас промотаю, наверное, на... Там 18 петель у меня, по-моему, было, где я начинала формировать эти укороченные ряды. Да, 18 петель у меня. И я туда-сюда добавляла по 3 петли, и таким образом вот дошла до 41 петлю, оставила на этом, и после этого уже начала вязать ровно по кругу, вот так вот, без каких-либо уже заморочек. Тут я провязала 15 рапортов, и после этого я разделила наперед и спинку, и начала одинаково напереди и на спинке надо было добавлять, обязательно формировать вот этот скосик плеча. Он сформировался, у меня в каждом втором рапорте я добавляла петельку, и таким образом вот по одной петелечке в каждом втором рапорте добавилось, и того у меня тут вот 8 петелечек добавилось. Вот, что это мне позволило? Мне это позволило, ну, ровный рукав вязать. Вот, без оката какого-то. Так, теперь по переду, 10 петель у меня по переду, и вот видите, 15 петель в ту сторону, 15 петель в ту сторону, я делала как убавление 5, 3, 2, 1, 1, 1, 1, ну, то есть вышла наверх, да, то есть до края. Значит, плечо. Плечо я формировала укороченными рядами, и они делались от каждых 5 петель, просто не довязывала в каждом ряду, и, ну, шла назад. В итоге у меня получилась вот, ну, такая ширина 59 сантиметров, внизу, потому что внизу 50 сантиметров, то есть на 9 сантиметров больше. Да, вот внизу у меня 196 петель, а вверху больше, естественно. По рукавчикам, рукавчики узенькие, видите, 8 сантиметров, это там, по-моему, 36 петелек у меня, да, 36 петелек у меня, вот. 26 рапортов было провязано, но и мне надо было в каждом, ну, убирать по 2 петли в каждом рапорте, ну, так как у меня отдельно, я вязала раздельно, то есть не по кругу, да, то, естественно, в начале и в конце там я убирала, ой, добавляла. Так, по спинке. По спинке я даю еще размеров сантиметров, да, опять повторяю, что, короче, на ряды, да. Значит, горловину я формировала 20 петель там у меня, да, и 10 петель шло. Ну, и аналогично по спинке, тот же по одной петле в каждом втором рапорте, чтобы сформировать вот этот скосик. По рукаву он шел без оката, 26 рапортов, ну, и тут то, что я говорила, по низу, по-моему, начинала я 8, 18 петель, а потом вот эти укороченные ряды, точнее удлиненные ряды вязать, наверное, так. Вот. Надеюсь, схема понятная, она вам пригодится. Девочки, я надеюсь, она как ориентир, и вы делаете обязательно свои расчеты по своей плотности. Напоминаю, я вязала на спицах троечка. Вот.